Всем привет! В этом видео мы разберемся, как создать копилку в Сбербанке или как она уже по-другому называется, автонакопление, для того, чтобы откладывать денежки со своей карты для заданных целей. Вот, так что обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не оставалось вопросов, а также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Для начала мы переходим в приложение Сбербанка онлайн, листаем ниже и вот здесь во вкладах и счетах у вас должен быть уже сделан счет. Если счета еще нету, то нажимаем на плюсик, выбираем вклад в рублях или валюте, выбираем российский рубль. Здесь нам нужно оформить вклад с пополнением. Вот, то есть мы что делаем? Ищем вклад с пополнением. Вот, допустим, накопительный счет есть с пополнением, со снятием суммы любая. Также сберегательный счет с пополнением, со снятием любой срок, любая сумма. То есть оформляем счет, который именно с пополнением. Допустим, можно просто нажать сберегательный счет, нажимаем оформить, сумма любая, закрыть можно в любое время. нажимаем продолжить и создаем счет вот тут российский рубль продолжить все ставим галочку и нажимаем на кнопочку подтвердить создается вклад вот так выглядит у меня есть несколько в долларах рублях но пока доллары мы трогать не будем вот первый сберегательный счет мне на котором 200 57 рублей 8 копеек далее все мы убедили что у нас создан счет теперь мы листаем выше и переходим в настройки нашей карты допустим вот виза classic моя я перехожу в настройки далее я выбираю пункт вот авто накопление раньше назывался копилка теперь называется авто накопление но суть его тоже просто изменилось название переходим сюда нажимаем создать авто накопление и вот здесь уже идет самое интересное здесь нам нужно выбрать тип по которому будут зачисляться деньги на наш счет который мы открыли ранее но давайте по порядку то есть первый пункт это по расписанию то есть сюда нажимаем здесь мы вводим сумму перевода и выбираем как часто будут переводиться деньги то есть раз в неделю либо раз в месяц здесь мы выбираем в какой день переводить деньги допустим можно выбрать день когда к нам начисляется зарплата допустим это будет 11 число вот каждое 11 число раз в месяц либо раз в неделю выбираем здесь день недели когда будет причисляться денежка вот откуда переводить у нас выбрана наша карта а куда переводить здесь выбран как раз этот сберегательный счет который мы открыли здесь ставится галочка о том что переводим каждую неделю и нажимаем подключить следующий пункт это процента доходов то есть зачисление зарплаты и других рекой регулярных доходов сколько процентов переводить здесь тоже можно задать можно задать допустим не круглую сумму а там два процента допустим то есть все можно прописать также есть тут сортировка не больше то есть допустим вы там получаете 100000 рублей вы поставили 10 процентов там или еще что-то но вы не хотите там больше 10 тысяч допустим откладывать или вам вот откуда доход пришел большую не хотите чтобы это все уходило в копилку вот можете задать параметр не больше допустим там 500 рублей допустим вот и со всех получается доходов у вас будет копилку отчисляться тот процент который вы здесь зададите идем обратно далее здесь процент от расходов то есть здесь все понятно сколько денег потратили и от этой суммы будет зачисляться денежка на сберегательный счет также здесь выставляются проценты и можно отсортировать не более с какой суммы вот далее копилка для сдачи здесь будут округляться расходы в большую сторону а сдачи переводить на счет допустим вы купили там что-то там на 82 рубля и соответственно покупка округляется в большую сторону то есть 82 рублей 2 рубля вы заплатите за покупку а 8 рублей вам перечислиться на сберегательный счет с вашего счета то есть карта спишется 90 рублей 8 рублей пойдет сберегательный счет 82 рубля ваша покупка то же самое с 50 рублями вот вот округляет допустим вы купили что-то на 138 рублей округляется до 150 то есть большую сторону и сдачи вот это так сказать переводится на сберегательный счет 100 рублей то же самое на 138 рублей купили округляется все до 200 и 62 рубля переводится на сберегательный счет то есть карта списывается 262 идет на сберегательный а 138 идет счет оплаты какой-либо покупки вот также здесь еще есть такая интересная система 52 недели то есть каждую неделю будет накапливаться чуть больше чем предыдущую нажмем сюда и здесь мы можем начать какую-либо сумму то есть можно с 10 рублей можно со 100 вот допустим мы начинаем с 10 рублей и как видим сверху у нас пишут каждую неделю мы будем откладывать на 10 рублей больше чем в предыдущую вот то есть если 100 рублей выбираем то каждый деле будет откладываться на 100 рублей больше чем предыдущую и здесь вот на калькуляторе нам посчитали что за год нам удастся накопить 137 тысяч 800 рублей если мы выберем последний пункт если по 10 рублей и каждой неделе больше на плюс 10 рублей будет то накопим 13780 рублей вот в принципе вот такие есть опции можете также посмотреть ролик если вам что-либо здесь непонятно в общем суть такая допустим вот давайте сделаю просто вот по расписанию просто ради примера допустим сумма а минимальная сумма 100 вот раз в месяц каждое число нажимаю подключить тока авто накопление подключается осталось немного то есть нужно немножечко подождать вот список авто накоплений вот а вот это мое авто накопление которое я только что подключил если вы хотите удалить то здесь вот видим три точки такие маленькие сюда нажимаем и нажимаем либо пристановить либо удалить ну вот нажму приостановить и удалить все я хочу удалить да все авто накопление удалилась вот таким образом вы сможете копить денежки с вашей карты и откладывать на нужные вам цели вот в принципе на этом у меня все если у вас остались какие-либо вопросы обязательно задавайте их комментариях под этим видео даже если вам просто понравилось это видео напишите под ним любой комментарии обычно отвечаю на все ваши комментарии по возможности всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока